Добрый день, уважаемые слушатели! Я рад вас приветствовать на бесплатном семинаре создания финансовой модели компании в Microsoft Excel. Кратко расскажу о себе. Меня зовут Рулёв Сергей Викторович. Я имею два высших образования. Первое образование я получил, закончил в Московске физико-технический институт, где я обучался программированию физики. Начинал программировать еще на таких допотопных машинах, которые занимали половину стола и могли запоминать 959 шагов программы, либо 140 чисел. Программирование осуществлялось в кодах. По окончанию института я начал работать физиком-теоретиком. Была такая эпоха звездных войн. И СССР планировал запустить в космос спутник и из космоса мегалатным лазером сбивать американские спутники-шпионы. Вот я как молодой специалист тоже принимал участие в расчете резонатора для этого лазера. По окончанию института многие мои сокурсники перешли в бизнес. Я тоже долго думал переходить, не переходить, но когда надумал, мне сказали, что пока кто думал, все места расхватали. Рекламщик есть, закупщик есть, продажник есть, но говорят у нас сложности с бухгалтерией. А какие сложности с бухгалтерией? Главный бухгалтер платит все налоги, ничего не экономит. Мы и так попробовали, и так ничего не получается. Ну а вы пробовали поменять главного бухгалтера? Ну пробовали, но на собеседование пришла женщина, таких невероятных размеров, но самое главное, что она пришла со счетами. Вот когда счеты увидели, поняли, что каши с ней не сваришь. Это определило мой путь финансы. Но я понимал, что мне нужно получить дополнительное образование, потому что с техническим образованием очень сложно разбираться в дебете, в кредите. И я поступил и окончил American Institute of Business and Economics, где получил степень MBA. После института я работал в компании Геоуэнтуш. Геоуэнтуш входит в четверку крупнейших аудиторских компаний мира, занимался российским аудитом, международным аудитом и занимался трансформацией отчетности из российских международных стандартов. После Геоуэта я работал финансовым директором в компании Вимбельдан, но не в главном офисе, а в подразделениях на реальных производствах. Работал финансовым директором в компании Русдео, в компании Миромед и в компании Тело. Во всех местах, где я работал, я использовал свои знания финансов и свои знания компьютеров для реального улучшения работы предприятия. В настоящий момент я работаю в компании специалисты, я являюсь сертифицированным тренером Excel, также являюсь по продуктам Microsoft, также имею статусы эксперта по Excel, эксперта по Microsoft Project и эксперта по Microsoft Project 7. Теперь давайте мы приступим к нашему семинару и мы обсудим именно такие интересные темы. Это методы оптимизации финансовой модели, потому что обычно на курсе финансовую модель составляем, все смотрим, а вот как соптимизировать, куда дальше двигаться, ну практически вот эти вот моменты, они выходят за рамки данного курса. Итак, мы посмотрим, как рассчитывать коэффициенты сезонности, ну вот какой алгоритм построения тактического бюджета, ну и как построить форму отчетности на основе финансовой модели в Microsoft Excel. Для начала немножечко как раз расскажу, покажу ту модель, которую я строю со слушателями. Мы по этой модели сегодня с вами будем именно работать, то есть этот файлик как раз у меня, я на нем буду показывать ваши действия. Это тоже рабочий файл, который я со слушателями строю на моем курсе, значит, основы управленческого учета и бюджетирования. Я строю тактический бюджет, рассматриваемое предприятие, то есть мы смотрим закупки, у нас прописывается закупки молока у нас есть, цены на молоко, также мы смотрим продажи по направлениям, которые идут. Мы продаем школам, крупным розничным сетям, продаем также, значит, прочим покупателям. Здесь мы составляем прогноз по продажам и для составления прогноза по продажам я использую как раз коэффициенты сезонности, которые у нас вот здесь есть, ну и стартовые цифры, которые здесь имеются. Я говорю, что давайте мы будем прогнозировать, что сметану мы будем продавать по 110 рублей за килограмм. Ну и соответственно, если мы продаем 110 рублей, то мы продадим 100 тонн сметаны по данной цене. Вот дальше как бы курса я не иду, а мы сегодня посмотрим, как можно оптимизировать вот эти именно цены. Далее на основании закупок, на основании продаж составляется также объем производства, который у нас есть, рассчитывается сколько мы будем производить, рассчитывается складские запасы продукции, которые у нас есть. Также считаются затраты производства, какие будут в этом случае. Рассчитываются коммерческие расходы, управленческие расходы, налоги у нас будем. Считаем инвестиции, считаем у нас кредиты, какие у нас есть, проценты по кредитам. После этого считаем бюджет движения денежных средств. Вначале мы считаем его прямым методом. Потом, значит, мы считаем бюджет маржи обязательно. Какая у нас продажа в тоннах, продажа, себестоимость выпущенных продукции, складские запасы. Также мы смотрим себестоимость проданных товаров. Есть маржа, видно какие-то товары у нас с плюсом, какие-то с минусом. Считаем бюджет, отчет о прибылях и убытках, баланс и определяем движение денежных средств коственным методом. Ну, если мы посмотрим, конечно, самая главная задача это заработать прибыль предприятия. Прибыль предприятия у нас здесь возникает 100 тысяч, ну, то есть порядка 100 миллионов рублей, то есть все единицы идут именно в тысячах. Ну, понятно, что если у нас мы увеличим, к примеру, какие-то коммерческие расходы, я скажу, что у меня будет здесь, например, там, ну, какое-то значение, вот какое-то другое, то, естественно, это все приведет к изменению прибыли. То есть, ну, вот прибыль как-то у нас очень сильно, в общем, в этом случае изменилась. Ну, а тут сделана гораздо более сложная модель, заложена, именно заложена модель оптимизации производства, также заложена модель ограничения производства, и мы можем посмотреть на этой модели, можно оптимизировать значение. Ну, также я слушателям показываю на курсах, что если, к примеру, у меня есть закупки сырья, если я в какой-то момент скажу, что я вот здесь не буду закупать сырье, но вот скажу, вот здесь будет не 1300, а будет, например, 0, закупил я меньше, в этот же момент автоматически у меня будет пересчитан бюджет по производству, автоматически у меня будет пересчитан бюджет по складских запасам, также по производству считается, сколько я из остатков сырья произвожу массовой казино, будет на бюджете маржей пересчитаны складские запасы выпускаемой продукции, ну, и также складские запасы будут пересчитаны средняя цена, и если мы посмотрим, то у нас, как бы вы можете определить, просто не закупая молоко в январе месяце, когда оно дорогое, я дополнительно зарабатываю 8 миллионов рублей, но подчеркну, что здесь действительно идет все показано в тысячах, то есть как бы вот это я показываю на курсе, и действительно это демонстрирует, что у нас есть полностью финансовая модель предприятия. Но сейчас мы сделаем другую оптимизацию, и можно, конечно, посмотреть, как можно поиграться ценами. Если цены увеличить на продукцию, больше будет покупать, либо меньше товаров? Меньше будет, а насколько меньше будет покупать? Это зависит от эластичности, тоже на этот момент я уделяю внимание на курсе, и есть такое понятие, как эластичность спроса, целовая эластичность спроса равна минус изменения спроса на товары в процентах, деленной на изменение цены на товары в процентах. То есть эластичность равняется двум, если при росте цены на 10%, спрос уменьшается на 20%, и спрос на эти товары эластичен. Ну и эластичность равняется 0,1, если при росте цены на 10%, спрос уменьшается на 1%, спрос на эти товары не эластичен. Если мы посмотрим, какие товары, я подчеркну здесь минус, что он означает. Что если мы цен увеличили, точнее цен уменьшили, у нас товаров будут покупать больше. И в противоположность, что если цена у нас возросла, то товаров у нас будут покупать меньше. Поэтому вот этот минус как раз ответственный за то, что идут именно в разных направлениях. Если товары у нас имеют отрицательную эластичность, это к чему приведет? Что, к примеру, вы понизили цены, товаров стали покупать меньше. Это особенно относится к предметам роскоши. Если кто-то купил Rolex или Bentley за 200 тысяч долларов, ну а ему говорят, а вы знаете, вы что на распродаже его купили, а не как раз распродажу сделали. Ну я думаю, бизнесмен, который купил на распродаже, он скажет, вы знаете, любую другую машину, но только не Bentley, я буду покупать. То есть тут действительно предметы роскоши, которые имеют отрицательную эластичность и снижение цены приведет именно к падению продаж. Но их не так много, этих товаров именно бывает. Обычно я об этом рассказываю, про эластичность, потому что это основы микроэкономики, это как бы нужно знать. Если мы посмотрим еще какие товары имеют эластичный спрос, ну обычно второе определение эластичности, я говорю, что это численная характеристика изменения одного показателя спроса к другому показателю цене и показывающая на сколько процентов изменится спрос при изменении цены на 1%. То есть товары с эластичным спросом по цене, влияние цены сильное, обычно я на вот это прошу слушателей запомнить, это предметы роскоши, дорогие товары, легко заменяемые товары, мясо, фрукты. Повысили цены, сейчас кризис, к примеру, доходы тоже падают, на это влияют. Ну и соответственно от роскоши, от каких-то часов с бриллиантами стали отказываться, дорогие товары, мебель будем покупать через, после кризиса. Ну и кто-то вместо фруктов начинает переходить на хлеб и крупы. Товары с неэластичным спросом, цена практически не влияет на спрос. Это относится к предметам первой необходимости, лекарства обувь, электричества. Потому что если на цены повысим на 10%, ну понятно, что все в любом случае будут платить коммуналку, никуда вы не денетесь. Но тем не менее, если сильно повышать, будет очень выгодно строить котельные, поэтому все равно влияние эластичности на спрос происходит. Второе, это группа, это стоимость, товары стоимость которых незначительно, карандаши. Когда я на курсе спрашиваю, сколько стоит карандаш, кто-то говорит 2 рубля, кто-то говорит 100 рублей, кто-то говорит 30 рублей. Поэтому люди не знают, если мы продаем карандаш за 25 рублей штуку, понизили цену на 10%, вы придете, кто-то зайдет и скажет, это у вас дорого. Я думал 3 рубля, а кто-то скажет дешево, потому что он рассчитывал на 50 рублей, а здесь действительно дешевле. Ну и труднозаменяемые товары, хлеб, электрические лампочки, бензин, они относятся к неэластичному спросу. Тоже многие спрашивают, как определить коэффициент эластичности. Конечно, в жизни вам особо никто не даст поэкспериментировать, но коэффициент эластичности обязательно необходимо знать, потому что без коэффициента эластичности вы практически не сможете провести оптимизацию. Это цель как раз нашего сегодняшнего семинара. Как можно определить коэффициент эластичности? Если у вас повысилась цена, а такое бывает, плановое повышение цен, либо плановое понижение цен, то в этом случае нужно посмотреть, насколько изменился объем продаж. Сложности определения коэффициента эластичности, я могу сказать, это две сложности, которые присутствуют. Первое – это влияние очень многих факторов, потому что если вы повысили цену, то понятно, что кроме повышения цены, если мы продаем зонтики, а тут мой дождь, ну даже вот дождь пошел, кто-то, например, скажет, а нам, например, не хочется идти в магазин, либо, например, там какие-то другие условия. Поэтому кроме цены, влияние на спрос играет очень большое количество факторов. Ну и второе, что если мы будем говорить, что продажи товаров не такие большие. Одно дело, вы, например, продаете мониторы. Если у вас продажа идет 100 тысяч, ну давайте 10 тысяч в месяц, можно считать, мерить коэффициент эластичности. Но если вы продаете мониторы какой-то редкой марки, и там идет либо 5, либо 10, либо 0, померить коэффициент эластичности практически будет очень сложно. В один месяц 10, потом понизили цену, тут просто никто эти мониторы не захотел покупать. Поэтому, как обычно, рекомендация, что выбирается, берется информация по продажам, какая есть. По этой информации о продаже выбираются те товары, которые продаются наиболее сильно. И по этим группам, ну не по группам, а по товарам, которые возглавляет каждую группу, считается коэффициент эластичности. То есть, например, коэффициент эластичности по мониторам. По монитору, если по ноте мы посчитали, то мы знаем, что Samsung и Acer, к примеру, будут иметь такие же коэффициенты эластичности. Ну и если мы будем посмотрим, то обычно в идеале, конечно, получается так, что у вас вначале идет цена такая, потом вы цену повышаете, и у вас после этого идет цена такая. Если мы будем смотреть с точки зрения объема продаж, объем продаж у вас идет такой, после понижения цены он начинает у вас, к примеру, сильнее падать, и после этого опять идет, ну скажем так, именно ровный. Это в идеале. Но на самом деле, вместо вот такого желтенького графика, когда я с этим сталкивался, обычно получается вот такие вот какие-то скачки. Вот, и понимаете, вот когда вы с одной стороны цену повысили, а смотрите, у вас тут, в общем, очень сложно определить. Но, с другой стороны, если вы обратите внимание, что у нас, например, до понижения цены, все-таки цены вот ниже такого уровня не падали. Выше повышение, после повышения цены они не поднимались выше такого уровня. Поэтому обычно я рекомендую сделать усреднение, и усреднение нужно, ну минимум месяца, иногда обычно выбирал группу, вот группу здесь, группу здесь я делаю, ну и смотрю, насколько она действительно именно изменилась. Ну и вот таким образом можно оценить коэффициент эластичности. Я обычно говорю, что если вы не знаете, какой коэффициент эластичности, можете считать коэффициент эластичности двойка. Это, в принципе, нормальная отправная точка для вашей, скажем, для вашего бизнеса. Ну, вообще, каждому руководителю бизнеса обязательно необходимо знать этот параметр, потому что он влияет на ценовую политику. То есть, правильно определите цену, сможете заработать именно больше денег. Кроме эластичности, также строится кривая спроса. И кривая спроса показывает зависимость, объем продаж товара от цены на этот товар. Конечно, это идеальная кривая. В реальности вы ее не сможете так построить, потому что также, как я говорил, на объем продаж действуют и другие факторы, такие как изменения дизайна, повышение качества, там, дальнейшие, например, маркетинговые исследования, рекламы. Это все влияет. Цена – это одна из составляющих. Но если все остальное отбросить, искать только цена, то будет кривая спроса. Ну, и вот как раз эластичность, она показывает это, наклон вот этой кривой. То есть, если мы так посмотрим, вот, и я скажу, что я хочу, сейчас я, если я посмотрю кривая, вот, наклон этой кривой, и будет как раз показывать коэффициент эластичности, который будет. То есть, обычно экономисты понимают, мы кривую не сможем сделать, но хотя бы мы должны понимать, что эта кривая идет либо вот так, либо она идет вот так, либо она идет именно так. Вот как раз коэффициент эластичности показывает наклон этой кривой, и которая у нас происходит. Если мы будем говорить, время адаптации нового спроса. При изменении цены спрос переходит к новому значению на кривой спроса не сразу, а постепенно. Может быть, полгода даже. Это надо смотреть. Понимаете, на графике обычно это видно, видно, что если вы видите, как у вас вот понизили цены, и вы сравните, например, с объемом продаж, если он просто-напросто вот так резко возник, это одно. Ну, а зачастую будет вот вполне возможно вот такое какое-то повышение, и вот тогда вот это значение можно определить, и, естественно, вы можете определить, через сколько изменяется спрос. Обычно после того, когда, значит, определили коэффициенты эластичности, то определили график, там уже видно, какой коэффициент эластичности. Ну, во-первых, вы пишете, что за полгода, Людмила, можно потерять много денег при выборе неправильной цене. Могу что сказать? Первое, что зачастую коэффициенты эластичности вообще никто не знает. То есть, поэтому, как бы зачастую идут слепо и не могут даже представлять, где данные есть. Второе, и вторая рекомендация, не рекомендую делать резких изменений цен. То есть, например, повысить там на максимум, запишите плюс-минус 20%, вот это та рекомендация, которую я всегда говорю. Одно дело вы четко знаете, тогда действительно можно уже делать более такие резкие повышения именно цены. При изменении цены спрос переходит к новому значению, накривая спроса не сразу, а постепенно. Товары в розничной и оптовой по торговле первые две недели после изменения цены покупатели будут приобретать товары в том же объеме, как и до изменения цены. Ну и производство, покупателям потребуется время для поиска товаров поставщиков по более низким ценам. Для расчета эластичности спроса на товары в минимальный период для анализа влияния цены спроса месяц. То есть, вот это очень важно, что многие, кстати, этим пользуются. В перекрестке взяли, повысили цены. Либо, например, а вы пришли и за счет того, что резкое повышение цены было, вы совершенно спокойно берете, покупаете товары. На кассе вы это видите, что чек вам пробили в полтора раза дороже на какие-то товары. Но очень редкое количество покупателей действительно там идут, ну как бы, либо возвращать деньги, либо что-то в общем еще. То есть, многие товары компании этим именно пользуются. Ну и естественно, когда вы поняли, что какие-то товары дорогие в том же перекрестке, вы уже перестанете ходить или покупать эту группу товаров в перекрестке. Будете ходить в другой магазин. Смотрят они, они начинают понижение. Ну, например, я помню, что авокадо в перекрестке продавалась цена от 19 минимальной до 51 рубля. То есть, разброс просто был достаточно очень большой. Если мы, если мы посмотрим теперь на примере, и, значит, если посмотреть на примере, сейчас, одну секундочку, как влияет максимальная прибыль по кривой спросу, мы сейчас это посмотрим вот на таком простеньком примере, а потом уже я покажу на реальном примере, на основе нашей модели. В идеале, конечно, в модель подставлять уже реальные данные вашей компании, когда вы, коэффициент эластичности, и тогда эти данные можно уже показывать генеральному директору. То есть, у нас в настоящий момент коэффициент эластичности равняется 2, цена у нас равняется 90, объем продаж у нас, как я определяю, что если цена у меня 90, я откладываю, соответственно, цена, у меня далее идет объем продаж, и, соответственно, вот эта цена, она как раз объем продаж поступает именно вот здесь. Себестоимость 90 минус 30 получается 60, ну и в результате 6 у 4, 2 от 4, маржуя получает 240. Ну давайте это все считать в тысячах рублей. 240, рекламы нет, накладных расходов нет, и у меня получается убыток 55 тысяч рублей. Ну и когда я слушателям показываю, они говорят, ну вы знаете, если денег нет, нужно повысить цены, ну и давайте посмотрим, к чему приведет повышение цен, то есть цена, я ставлю именно 100 рублей, что у меня произошло? То есть у меня было так, стало именно так, то есть у меня стал продавать за 100, но объем продаж, теперь я вижу, что у меня теперь уже стал 2 единицы, то есть явно объем продаж именно сократился. 100 минус 30 получается 70, 70 на 2 у меня получается 140, накладные расходы у меня остались 295, и если у меня здесь было 55 тысяч убытка, то здесь у меня получилось 155 тысяч убытка. Ну и на самом деле, особенно стоит следующее, что тут нужно не повышать, а понижать цены, вот я верну 90, если я сделаю 80, я вижу, что у меня, вот я смотрю, делаю покрупнее эту цифру, у меня, эта циферка у меня будет возрастать, делаю 70, уже 25 тысяч, делаю 60, делаю 60, у меня 5, сделаю 50, опять у меня минус 55, то есть на самом деле, вот маржа имеет форму такой параболы, и существует оптимальная цена, то есть если я поставлю здесь в общем 70, то в этом случае я добиваюсь максимального значения, максимальное значение, которое именно у меня будет. И если мы будем смотреть, с точки зрения маржи, чему равняется маржа, маржа равняется именно цена товара, вот я, минус себестоимость товара, и вот я делаю минус себестоимость, у меня как раз получается вот этот синенький отрезочек, ну и дальше, мне нужно именно посчитать, взять себестоимость, точнее маржу умножить на объем продаж, то есть в этом случае маржа у меня получается равна, вот площади вот этого прямоугольничка, понятно, что если прямоугольничек будет находиться вот здесь, он будет у меня узким, но высоким, если у меня прямоугольничек будет находиться вот здесь, он будет широким, но именно невысоким, поэтому существует оптимум, и всегда на любых рынках, даже когда есть монополия, существует оптимальная цена, по которой можно будет данный товар продавать. Ну и если вот это значение мы, коэффициенты эластичности, можно как раз попробовать применить к нашей модели, я вернусь к нашей модели, модели нашего предприятия, у меня есть как раз видно, что есть цена, я вот здесь как раз завел формулу для эластичности, эластичность я предполагаю, что будет равна двум, ну и записал такие цифры, те, что у меня имеется, если я вбиваю 100%, к примеру, то у меня считается, как, ну через логарифмы, я чуть-чуть здесь сделал, будет изменяться объем продажи. То есть еще немножечко верну к этому графику одна особенность, почему коэффициенты эластичности равен. Вот если у нас сейчас коэффициент эластичности двойки, есть, забыл, такой важный момент, мы понимаем, что мы находимся в оптимальной цене. Но если коэффициенты эластичности будут именно единицы, то обратите внимание, график у меня изменится, и оптимальная цена в этом случае уже будет 90, то есть мне нужно продавать именно по 90 рублей, я 65 тысяч зарабатываю. Если у меня коэффициент эластичности будет равен именно 4, то в этом случае оптимальная цена у меня будет уже равняться, значит, у меня будет равняться 60. И здесь действительно явно нужно, в общем, опять 65 тысяч я зарабатываю. Но предположим, что я не знаю, какой коэффициент эластичности. Я сказал, что у меня цена будет, то есть в одном случае мне надо повышать цену, в другом случае понижать цену. И если сделать 60 рублей, а коэффициент эластичности равен единице, то вместо ожидаемых 65 тысяч рублей прибыли, я получаю 25 тысяч убытков от коэффициента эластичности, поэтому достаточно очень, именно очень важен именно для вот этой цели. Итак, здесь у меня рассчитаны, есть коэффициенты эластичности. Если я, например, говорю, что я сметану буду продавать не по 100%, а по 101%, у меня сразу коэффициенты эластичности показывают, что продажи будут на уровне, ну вот покрупнее сделаю, значит, у меня будет 90%, 8% продаж. Если 99% цену повысил, на 2% повысились продажи. Ну и, соответственно, если коэффициент 5%, то, естественно, они будут повышаться на 5%, то есть вот здесь формула уже, она у меня, именно здесь забита. Ну и давайте теперь попытаемся применить вот эту формулу для оптимизации моей модели, потому что можно, конечно, сказать, что давайте повысим цены. Но если я цены повыше, то в этом случае у меня обязательно упадет объем продаж, но падение объема продаж приведет к тому, что изменится производство. Но так как у нас не значит, фиксированный сейчас предполагается объем закупок, у нас останется много лишних жиров, белков, из которых мы вынуждены будем делать масло. Это масло мы будем тоже продавать, то есть система получается достаточно сложная. Я изменю вот здесь, ну, чтобы было видно, я сделаю ссылочку, вот здесь покажу, что равно, сошлюсь теперь на объем продаж, объем продаж, точнее, прибыли и убытка, вот в настоящий момент я вижу, что у меня я продаю на уровне, вот эту ячейку покажу, на уровне, у меня объем продаж, значит, будет, давайте так, на уровне 100 тысяч рублей. Понятно, что если я цену повышу, 120, то она будет меньше. Но у меня объем продажи будет здесь же тоже как-то падать, поэтому сложная получается действительно такая именно система. Поэтому я, ну, возьму, давайте возьмем вот три продукта, директор не знает, какую цену установить на сметану и на творог в условиях нашей модели, и я завяжу цену, изменение цены и изменение объема как раз именно к нашим коэффициентам эластичности. Поэтому если у меня есть сметана, я переписываю формулу, что это равняется исходная цена 110, умноженная на, вот, цена на 100%, которая есть, сметана 20%, это равняется 130, умноженная на 100%, которая есть, ну и творог тоже пишу, что равняется 75, умноженная на процент цены, который у меня будет здесь. Точно так же расписываю и объем продаж, что у меня будет получаться, равняется 100, которые были на объем продаж, то есть если я цену повышаю в процентах, у меня одновременно идет повышение цены и падение объема продаж. Далее у меня идет, равняется 140, умноженное на объем продаж, который есть, и тоже равняется 180, умноженное на объем продаж. Что теперь у нас получается? Что теперь, если я, например, на цену, на сметану повышу цену, ну, к примеру, 105 процентов, вот мы можем видеть, цену повысил, изменились вот эти значения у меня, произошли изменения сразу, вот этих значений, вот они поменялись, изменились вот эти, ну, и я вижу, что прибыль у меня, значит, ну, прибыль у меня уменьшилась, ну, поэтому явно здесь нужно понижать, можно, например, 90 процентов, видно у меня получается там 102, можно сделать 70 процентов, тоже 102, 60 процентов, а здесь 96, то есть тут как бы в зависимости, я начинаю играть с ценой, и вот эта цена, она приводит уже к тому, что где-то у меня выгодно повышать, ну, давайте вот посмотрим так, здесь 100, на этой сметане сделаю 80, о, 104, видите, с одной стороны это очень плюс получается, творог сделаю 80, а здесь вообще 56, то есть как бы теперь задача сводится следующим, что у меня есть итоговые, именно три вот этих цифрки, есть 100, 100 и 100, и значение какое, что я хочу примерно посмотреть, сколько у меня, подобрать такое значение, чтобы вытащить максимальную, максимальную прибыль, которая у меня возможна для моей компании. для этого тоже можно воспользоваться возможностями Excel, это третий курс, анализ, визуализация данных, нужно действительно проанализировать, для этого я добавлю сейчас, сюда вставлю листик, у меня будет именно лист, изменю формат значения, формат ячеек, сделаю, чтобы он был такой, в общем, у меня очень красивенький, и напишу, что это у меня будет анализ, будет именно анализ, и вот теперь я могу уже провести анализ моих товаров. Для начала я выведу сюда значение прибыли, которое у меня будет, то есть первая прибыль будет вот здесь, и напишу, что это прибыль, сейчас сюда выведу, что у меня будет прибыль находиться именно вот здесь, и сюда выведу значение той прибыли, которую у меня здесь получает, то есть я вижу, что прибыль есть. Прибыль от чего у меня зависит? Она зависит как раз именно от процента повышения, снижения цен на три продукта, поэтому вот эти три продукта тоже выведу сюда, и вот у меня есть три продукта, отсюда я могу вытащить значение, по которым я цены буду менять. Ну и что можно сделать, что пусть у меня первый будет, ну, например, там оранжевый, второе у меня значение будет такое, и третий, к примеру, значение будет, ну, какой-нибудь зеленкий. Теперь, что я могу сделать, что значение пишу, равняется вот эта сметанка, идет именно от тех значений, которые я ставлю. Второе у меня идет, равняется, опять перевожу сюда, то есть я на один лист вытащу все три цифры, которые у меня будут. Ну и последний творог равняется, именно, будет именно здесь. Теперь, что у меня получается, что поднимая сюда 80%, я вижу уже здесь, то есть как бы на одном листе я вижу и проценты, и я вижу те результаты, которые у меня действительно будут. Если я ставлю 90%, если я ставлю, например, 80%, ну, задача какая? Во-первых, с точки зрения, как визуально все это можно увидеть и подобрать то значение, которое нам нужно. Ну, и отправная точка у нас получается действительно порядка вот 100 тысяч рублей, 100 миллионов рублей, которые есть. В Excel есть такая хорошая функция, это таблица данных, можно подобрать таблицу данных, и в таблице данных визуально это представить, что будет, если мы будем изменять один параметр в зависимости от других. То есть я хочу, например, перебрать различные значения, которые у меня будут занимать, ну, к примеру, посмотрите, различные варианты, если у меня будет цена на сметану 90%, 95%, 100%, 105%, 110%, 115%. Поэтому, как можно это сделать? Что с одной стороны, сейчас я построю такую таблицу данных, первое я сделаю, например, по одной, например, сметане, и выберу здесь, так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, к примеру. Здесь возьму по, например, второй сметане. Вот так тут. И сделаю следующее. Еще можно как красиво реализовать. Сейчас вставлю сюда строчку. Вот так вот, чтобы у меня было. Я сделаю и стартовую точку. которая у меня будет. Я, например, хочу. И давайте там на 5% будем изменять. То есть я говорю, что у меня вот эта точка будет центральная. Эта у меня точка будет тоже центральная. И скажу, что здесь значение равняется 100. Здесь значение равняется 100. И здесь дописываю значение. Равняется предыдущее значение. минус изменение, которое я расписал. То есть у меня здесь получается 80. А здесь значение будет в другую сторону формулы работать. То есть у меня будет 105. И, соответственно, там 120. Аналогично я делаю для вот таких, для другого графика. Здесь только с минусом будет у меня идти. С минусом идти. И в результате у меня здесь исходные параметры формируются сейчас. Ну, теперь у меня значение, задача, как построить вот эту, все заполнить вот эту табличку. Ну, на самом деле в этом есть очень простой механизм в Excel. Для начала надо указать функцию, которую я хочу строить. Вот я указал, что это 100 тысяч. У меня 100 миллионов. Теперь я выделяю мою табличку. Вот она у меня есть. И теперь я захожу, что у меня есть данные. Анализ, что есть ли. Таблица данных. И мне Excel спрашивает, куда подставлять значение по столбцам. Столбцы у меня такие коричневые. Я говорю, подставляю это значение. Значение по строкам, куда подставлять, по строкам задавайте и задаю сюда. Нажимаю ОК и у меня сразу вся таблица возможных данных уже автоматически заполнена. Ну, и вот для того, чтобы как бы сделать, проанализировать, я могу сразу зайти, применить еще условное форматирование и сказать, давайте самое лучшее мне показывать зеленым и самое худшее показывая именно красным. Но явно видно, что цены на два продукта надо именно понижать. Но я где-то вижу, что в районе например 85, я могу поставить 85 здесь, 85 здесь, использую именно вот здесь. нот, я вижу, действительно мне показалось, что вот здесь у меня будет оптимальная цена. Кстати, обратите внимание, что прибыль у нас уже в нашем модели стала не 100 тысяч, а уже стала 107 тысяч, то есть я визуально могу это все сразу подобрать. Аналогичную модель тоже могу сделать именно, ну, я взял два значения, ну, а теперь, например, сметаны и творог. Аналогичная как это делается, повторю, что я вначале сюда указывал значение, которое я хочу подбирать функцию, именно, вот, функцию я подобрал. Теперь, к примеру, у меня будет идти вот эта вот циферка, здесь готовлю исходные данные, и, к примеру, у меня вот эти значения будут идти именно вот здесь. Соответственно, вот это будет центральное значение у меня и здесь прописываю, что это значение равняется вот это. Кстати, формулу можно скопировать. Вот так они будут идти. Причем, то, что строится сейчас, оно является, в общем, массивом, то есть, если вы попытаетесь что-то изменить, он будет говорить, что изменить массив, причем он пересчитывается автоматически, что если я на главную формулу ставлю, и, например, напишу умноженное на, например, на 10. Обратите внимание, у меня все цифры сразу пересчитались, то есть, Excel как бы автоматически вот эти значения может именно пересчитывать. Ну, и теперь я хочу построить по второму, вот, по двум параметрам, данные, анализ, что если делает таблица данных, и говорю, подставлять значения по столбцам, вот это значение по строкам, у меня зелененькие, подставлять сюда, ну, и тоже, а, вот здесь я не посчитал формулу, равняется, одинаковое, минус то значение, которое у меня будет, а здесь равняется значение плюс вот этот шаг, который я именно задал, я хочу, чтобы таблички у меня были действительно динамичные, и в этом случае тоже могу применить условное форматирование, вот оно мне показывает, что на самом деле тут цену нужно повышать, ну, к примеру, там 120%, 120% здесь ставлю, даже так, 120, вот это значение вот отсюда должно именно идти, да, значит, вот, я вижу, еще даже можно, ну, цены повышать, график, как бы, визуально это показывать, ну, и третью табличку аналогичную я могу построить, скопируем, для начала вот эту таблицу, она у меня как бы есть, укажу на исходные цифры, которые есть, здесь скажу на вот значение, которое у меня есть, и вот этот значит, шапочку я закрашу в такой, в малиновый цвет, ну, и, соответственно, ссылочка на малиновое значение, и здесь форму исправляет тоже на малиновое значение, я сразу с точки зрения формулы делаю, чтобы можно было потом именно их модернизировать, сейчас я как раз покажу, у нас получается, ну, и тоже изменю вот это значение, то есть, я говорю, что мне нужно будет посчитать данные, анализ, что если таблица данных, подставлять значение по столбцам у меня будет вот сюда, подставлять значение по строкам именно вот сюда, но вот в этом случае у меня автоматически вот такие три таблички есть, ну, и задача какая, выйти на наибольший такой зеленый уровень, я вижу, к примеру, явно цену на творог нужно повышать, ну, давайте сделаем 140, вижу, что у нас делает тоже 140 у нас есть, и вот здесь можно вывести, я вот вижу, у меня прибыль, действительно, вот так, постараюсь ее сделать, значит, чтобы она мне вот, показа, ну, здесь даже 134, я вижу, значение есть, еще можно увеличить 160, по всей видимости, я вижу тоже 160, еще даже можно, наверное, 180, вот у меня оптимальная цена, так, и я вижу теперь, значит, если у меня есть 180, 180, даже можно, наверное, 190 поставить, 190 здесь, 190 здесь, ну, я, например, уже вижу, что где-то дальше можно как, примерно я вижу, я могу шаг поменьше сделать, шагом один, шагом один, таблички у меня именно пересчитывается, ну, и, так, вот это где-то у меня 84, так, это все правильно считается, правильно, вижу, что вот эту цену нужно чуть-чуть, в общем, понижать, не 85% ставить, а, например, там, ну, давайте, сколько, 80 поставлю здесь, 80 ставлю здесь, вижу, изменилось, ну, оптимум, даже, такому, по зеленому значению, можно смотреть, ну, сколько у нас получается, там, порядка 78, 78% здесь, 78% здесь, теперь я смотрю, с точки зрения, вот этих значений, у меня 85 стоит, явно тоже надо понижать, поэтому ставлю 80 здесь, 80 здесь, ну, я вижу, вот, нет, чуть-чуть промазал, где-то вот оптимум получается в районе 82, то есть, вот здесь должно 82%, здесь должно тоже 82%, вот, действительно находится, и для того, чтобы определить, вот, значение, которое есть, можно, кстати, сделать, как, что поставлю 0 и 0, я могу определить, что порядка надо поставить 193%, 193% здесь, 193% здесь я поставил, ну, и вот, если теперь я ставлю по единице, я вижу, что у меня как раз я нахожусь в пересечении, вот, здесь это максимум, здесь у меня действительно максимум, ну, и здесь действительно максимум, ну, и если вы посмотрите на результат, который у нас есть, первоначально у нас был именно 100 тысяч, сейчас у нас наш результат и наша прибыль показывает уже 140 тысяч, то есть, как бы увеличение у нас произошло, обычно в компании после этого идет уже анализ бюджета, одно дело на цифрах, тут нам нужно посмотреть с точки зрения, как у нас получается анализ идет, как у нас производство, нет ли минусов, какие у нас складские запасы идет, затраты производства, коммерческие, управленческие, налоги, инвестиции, ну, они не меняются, смотрим маржу, ну, действительно, у нас вместо 100 миллионов 141 и 141 миллион у нас очень сразу получилось, ну, это модель, я понимаю, вы как бы так смотрите, но, по крайней мере, вот, я такие вещи именно использовал, почему, потому что одно дело, мы можем совершенно спокойно сформировать именно анализ рекомендации директора, что мы можем сказать, не просто повышаете там цены, я ему говорю, вы знаете, на сметану 15%, ну, конечно, можно сказать, на 78,5% повысить, но это как бы глупо, в общем, будет, то есть, я говорю, на сметану понижаем на 20% цены, на творог практически в два раза надо повышать, кстати, творог у нас был убыточный по цене, по марже, и мне даже интересно посмотреть, как у нас есть, то есть, я смотрю, по марже, нет, у нас творог в общем стал рентабельным, то есть, если первоначально у нас маржа у нас на твороге, сейчас я скажу, вот мы сейчас вот эта ячеечка, как раз ее так отмечу, вот она, действительно, 30 миллионов мы на этой ячеечке, на твороге теряем, только по такой, вот, она, давайте, вот такой, 30 миллионов, первоначально, которые данные у нас были, это, покажу, вот здесь сейчас, если я вернусь туда, где у нас была маржа, то вы можете как раз посмотреть, что 26 миллионов в материале, а теперь мы действительно вернусь, как вот обратно, мы 30 миллионов именно на этом зарабатываем, ну, подчеркиваю, что тут не просто вот по одному параметру, а именно по всей структуре можно сделать именно такой анализ, еще, что можно тоже сделать аналогичный аспект, поэтому обычно, как я даже, такие мне графики больше всего нравились, то есть вы как бы показываете, и потом уже директор понимает, ну, потому что понятно, вот, отсюда сюда, в общем, ну, как бы сильно, в общем, изменений не будет, вот мы 80%, 141,066, а 78, 141,097, в общем, разницы такой, в общем, действительно нет, можно воспользоваться, в Excel есть такая функция, как поиск решения, и мы предположим, обратно ситуацию, вот я, как бы, вот эти цифры, запомню, вот здесь, рядышком, пусть у меня здесь пока 100, и будем говорить, что я не знаю, ничего, у меня нет, вот этих значений, и я попрошу, соответственно, Excel найти мне решение, для того, чтобы понимать, насколько уж им цены повышать, или, либо понижать, для этого я захожу, на ленту данных, вот здесь у нас есть поиск решения, но он сейчас не активирован, то есть, его нужно обязательно включить, это настройка, которая есть в Excel, я захожу в файл, захожу в параметры, и в параметры есть настройка, перейти на настройки, и в настройке, вот у меня есть, значит, solver1, ну давайте, вот эти две, называется, вот это solver1, настройку я включаю, и у меня вот здесь, вот она, настройка, сразу именно появилась, захожу на поиск решения, ну почему-то он мне решил, что я, наверное, знаю английский язык, поэтому вот давайте, на английском он мне выдал, но на самом деле, сложности здесь нет, и я могу, в общем, тоже воспользоваться, то есть, первое, и перевести, для вас, во-первых, здесь указывается, вы должны найти минимальное значение, максимальное, либо установить, что какое-то значение, будет чего-то равно, я говорю, что пусть у меня, вот это значение, я говорю, прибыль, у меня должно быть, максимально, ну хорошо, он говорит, понятно, что будем максимизировать, вот это прибыль, второе значение, он, это настройка, меня спрашивают, а какие ячейки можно изменять в вашей модели, ну я говорю, а давайте вы будете изменять вот эту, вот эту, вот три вот эти ячейки, будете действительно изменять, он говорит, хорошо, понятно, будем стараться вот эти ячейки изменить, следующее, конечно, значит, какие условия мы хотим сделать, ну я могу сказать, что давайте добавим ограничения, для наших условий, первое ограничение, это делая первая ячейка, у меня должна быть меньше или равняется, ну давайте будем говорить, что я не могу в два раза больше увеличить производство, у меня не хватает производственных мощностей, поэтому не менее, чем в два раза, это, и второе значение, я говорю, больше или равняется, ну давайте сделаю, больше или равняется, 0,05, то есть 5% все-таки сметаны, надо мне выпускать, по каким-то моим соображениям, это, второе значение, значит, второе ячейки, меньше или равняется, двум, двум, и вот это значение, больше или равняется, 0,05, если вы пишете, окей, они просто все значения у вас указываются, вот здесь все дополнительные ограничения, которые действительно будут есть, мне еще нужно для третьей ячейки зайти, поэтому, add я нажимаю, я говорю, третья ячейка, меньше или равняется, двум, и add, и, соответственно, третье значение, больше или равняется, именно 0,05, нажимаю, окей, все у меня вроде есть, ну, укажу, options, пусть у меня максимум ищет 15 секунд, чтобы он нажимал, ну, и когда он мне все задал, нажимаю, значит, есть, либо, давайте, вот такой попробую способ, решить, он начинает у меня решать, идет решение, максимум 15 секунд я поставил, ну, и он говорит так, нет, говорю, давайте остановим данное значение, ну, и, кстати, обратите внимание, что у нас получилось, что он у нас нашел новое решение, что у нас было 140 миллионов, а здесь 340 миллионов нашел Excel, но сразу скажу, что, конечно, рано радоваться, надо вначале посмотреть, что же он, значит, что нам именно нашел, я смотрю, действительно, у нас есть продажи по товарам, он написал, что мы будем проходить, ну, во-первых, можно проверить прибыль, есть ли у нас прибыль, либо нет, прибыль, действительно, 346 тысяч, то есть, модель, в общем, все сказала, очень четко, будет у вас, в общем, находить, поэтому смотрим же, в чем проблема, начиная просматривать мою модель, продажи у нас есть, смотрю производство, смотрите, что у нас получилось, на самом деле, он написал очень хитрое такое вещь, говорит, это можно добиться очень простым способом, что в феврале вы не производите 120 тонн масла, а наоборот, его как бы, вам не хватает 128 тонн масла, то есть, как бы он подсказывает, давайте вы без масла будете делать, а с каких-нибудь других жиров, а вот то масло, которое вы будете производить, мы же посчитали себестоимость масла, которое будет в январе и феврале, оно очень и очень у вас получается ценное, поэтому мы ставим минус, при производстве тонны масла, мы зарабатывали, у нас затраты производства, если мы посмотрим в декабре, феврале, мы зарабатывали 262 рубля, он говорит, так в чем проблема, если вы производите 2 тонны, 10 тонн, это будет у вас 2620 рублей, но если вы производите минус 10 тонн, то это получается вам идет в общем как бы в плюс, и вот мы видим, что на самом деле, мы не добавили еще одно значение, что мы не потребовали, чтобы наше производство было не отрицательное, то есть, он как бы нам говорит, а давайте, ну представьте, что вы можете сделать масло по 200 рублей, либо сметану за 100 рублей, ну он найдет вам решение, а давайте так, вы сделаете минус 100 тонн, можно, мы сейчас поставим, я просто показываю, то есть, он говорит, минус 100 тонн масла, но с другой стороны 200 тонн сметаны, плюс на минус дает у вас именно всегда 0, но за счет того, что вот этот минус, как бы он нам поставил в доход, естественно, у нас в общем, ну и продажи, если мы будем смотреть, то есть минус, то у нас вот эти вот плюсы у нас в общем получается, поэтому мы сейчас введем дополнительные ограничения, а давайте потребуем, чтобы у нас все продажи, которые вот здесь были, они у нас были не отрицательные, поэтому я допишу в анализ, и напишу вот здесь минимальные, минимальные производства, производства, и для минимального производства я поставлю именно, сейчас здесь, посчитаю функции, равняется мин, tab shift F3, посчитаю минимальное производство, которое у меня вот здесь именно есть, ну вот мне он показывает, что минимальное производство у вас 128 тонн, то есть когда у меня первоначально вот так было 100%, обратите внимание, там у меня ноль, то есть как бы действительно есть, здесь же действительно у меня получаются в общем такие кривые в общем цифры, и в общем они никуда в общем не подходят, теперь я опять могу зайти в данные, зайти в поиск решения, и добавляю сюда условие, что вот эта ячейка должна быть больше, или равняется именно нулю, добавив это условие, нажимаю ОК, вот у меня условие есть, и опять прошу найти поиск решения, ну вот теперь мы видим, что он находит достаточно быстрее его, нажимаем ОК, и вот в принципе то, что мы нашли, и то, что здесь представлено, в общем практически очень идентично, можно посмотреть, он нашел вот такое значение, это значение у нас, правая кнопочка, циферка вот так, мы с вами ручками искали, сколько у нас получается, но у нас, ну на самом деле, в общем практически мы увидите угадали, 141 078, 141 0103, то есть вот эти значения, действительно мы видим, что они у нас, ну как бы, вот те значения, которые мы нашли, они в общем приближаются к тому цифркам, которые есть. Поэтому вот в процессе работы, в процессе работы, ну я вам привел просто пример сегодня, на, значит, по оптимизации по двум параметрам, которые действительно здесь есть, в реальности получается, когда вы смотрите, несколько параметров, и особенно если есть ограничения, там же я не вводил сюда ограничения, на производство, у нас есть ограничения, например, на какие-то обязательные продажи, которые могут быть, но таким образом можно всегда сделать так, что когда, ну вот я покажу, что действительно, когда мы вот с вами поставили, вот эти цифрки, красиво они больше, вот эти цифры мне нравятся больше, что когда вы делаете столбики, подставляете сюда, строки я подставляю сюда, получается одно значение, второе значение тоже, верну сюда, как оно было, анализ, что если таблица данных, столбцы сюда, строки у меня именно сюда есть, ну и третья табличка, которая у меня здесь тоже была, это анализ, что если я значение по строкам, по столбцам поставляю именно вот это значение, строки я поставляю именно вот сюда, ну и у меня в конце получается именно тоже вот такая табличка данных, которая позволяет соптимизировать значение, которое есть. Можно еще график построить, то есть, когда вы смотрите, ну не знаю, мне вот такие таблички есть, но еще вполне возможно вставка, например, диаграммы, поверхностная диаграмма, действительно сделать визуализацию, которая у вас будет происходить, то есть, как бы она показывает, вот, где вы именно находитеся, ну вот, мне двухмерная диаграмма, как бы, нравится больше, потому что, с одной стороны, когда вы видите вот эти значения, еще, если здесь, вот, попытаюсь другой тип построить, вставка, рекомендуемые диаграммы, все диаграммы поверхностные, ну и это можно еще, например, вот, ну, либо такой, либо такой, у вас, ну, в принципе, вот такие вот диаграммы тоже можно действительно делать. Большое спасибо, уважаемые слушатели, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова